Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. В сковороду наливаю 1 столовую ложку растительного масла и включаю небольшой нагрев. Одну луковицу некрупно нарежу. Нарезанный лук отправляю в сковороду. Туда же наливаю 50 миллилитров воды и продолжаю готовить под закрытой крышкой. Лук у меня вот такой стал желтоватый. Сегодня я использую горчичное масло. Ну, это не важно, в принципе. Масло можно использовать в любое растительное. Одну морковь натру на терке. Нарезанную морковь отправляю в сковороду к луку. Готовлю лук вместе с морковкой минут 5 под закрытой крышкой. Нагрев небольшой. 150 грамм пшена хорошо промою. Если пшено не яркого цвета или уже срок годности довольно большой, давно лежит, то его лучше хорошенько промыть, залить кипятком и потом уже хорошо промыть. Либо отварить в течение 2-3 минут. Тогда никакой горечи у пшена не останется. И отправляю пшено к овощам. Готовлю с овощами пару минут. Добавляю в сковороду 3 стакана воды горячей. Довожу до кипения. Дальше мне понадобится чистое уже филе рыбы. Я взяла 2 небольших минтая. Залила водой, довела до кипения. И после закипания варила 2-3 минуты. Затем дала рыбе остыть и очистила от кожи и плавников. Очень хорошо все отходит без потерь. И вот получились вот такие вот кусочки. Вместо такого, конечно, можно взять просто филе любой рыбы. Рыбу можно использовать, само собой, любую какую хочется. Добавляю рыбу в сковороду. Солю по вкусу. И немного черного молотого перца добавлю. Все перемешаю. После закипания убавлю нагрев на самый маленький. И буду готовить до готовности. Добавлю немного укропа. Не в конце, а вот именно сейчас. Для того, чтобы каша вся пропиталась укропным ароматом и вкусом. Все, можно готовить до готовности. Пошло 15 минут. Каша моя готова уже. Выключаю, накрываю крышкой и дам постоять. Ммм, какая красота! Дам постоять я еще под закрытой крышкой минут 5. Успокоиться и можно будет подавать. Пришло время подавать. Каша получилась великолепнейшая. Аппетитно и очень вкусно. Я бы сказала, смачная такая каша. Я бы сказала, смачная такая каша. Промыла, промыла и сейчас буду варить. Отправляю в рыбу в кипящую, слегка подсоленную воду. И после закипания буду варить в течение 20 минут. Если рыба мелкая, то хватит вполне 15 минут. И первым блюдом у меня будет рыбный суп. В кастрюлю добавляю 1 столовую ложку растительного масла. 1 среднюю луковицу нарежу некрупно. И нарезанный лук добавляю в кастрюлю к маслу. Нагрев небольшой. И сразу же добавляю воды миллилитров 50, чтобы лук нежно томился. 1 среднюю морковку нарежу мелкой соломкой. Нарезанную морковь добавляем к луку в кастрюлю. Томим на небольшом нагреве минут 5. До тех пор, пока овощи станут слегка мягкими. Затем доливаю в кастрюлю рыбный бульон. Суп, в котором варилась рыба. Литр 700 бульона. Можно добавить просто воды. Можно добавить куриный бульон. Это все зависит от вашего вкуса. И довожу до кипения. После закипания добавляю в суп полстакана пшена. И буду варить в течение 10-15 минут. Почти до готовности пшена. Это зависит от самого пшена. Некоторое пшено варится побыстрее, а некоторое подольше. В общем, пробуем на вкус. А в это время я очищу отварной минтай от костей. Я сварила 3 средних рыбки. Вот для супа у меня пойдет полторы рыбки. Вообще подробная рецептура всех моих блюд под видео в описании. Вот такая очищенная рыбка без всяких отходов. Добавляем теперь ее в суп. Если используем филе, то готовим сразу уже вместе с пшеном. То есть заранее варить не надо. Так, рыба в супе. Готовим минуты 3. И все будет готово. Сейчас пробуем на соль. Добавляем черный молотый перец или белый перец. Кому что нравится. Обязательно свежую зелень. Это укроп, петрушка. Выключаем и настаиваем. По желанию можно добавить лавровый лист. И пару ломтиков лимона, кто любит. Такой вот прекрасный получается рыбный суп. Суп настоялся. Пришло время попробовать. Ароматный, красивый. Так и просится, чтобы его попробовали. Никаких косточек. Все абсолютно безопасно. Вот такой вот аппетитный суп. Какова же пищевая ценность? Всего-навсего 38 килокалорий на 100 грамм. Смотрите, пшено полностью сварилось. Немножечко попробуем. И на вкус замечательно. Для следующего рыбного блюда я взяла молодой картофель, 5 штук, и заранее отварила его в мундире. Теперь мне нужно его растолочь в пюре. К размятому картофелю добавляю небольшой пучок зеленого лука. Одно яйцо. И банку любых рыбных консерв, которые у вас есть в натуральных. У меня тунец. Можно, как я сказала, уже абсолютно любые консервы. В собственном соку. Так, теперь нужно посолить по вкусу. Поперчить. И хорошенько всё перемешать. Рыбу разминаем. И всё перемешиваем до однородной массы. Такого картофельно-рыбного фарша. Из полученной массы мокрыми руками формуем небольшие шарики. Вот такие вот весёлые шарики. Вот такие заготовочки. Теперь панируем шарики в любой полезной муке. У меня кукурузная тонкого помола. Можно в овсяной, в цельнозерновой. В общем, какая есть под рукой. В принципе, можно даже в обычной. Уходит очень мало муки. Ну, буквально столовая ложка. Поэтому это будет не страшно. Панируем. Формируем круглые беточки. И выкладываем на разогретую сковороду. В сковороду я добавила одну столовую ложку растительного масла. Нагрев немного больше самого маленького. В общем, небольшой нагрев. Готовим до лёгкого зарумянивания. Нагрев небольшой. Никакой агрессивной жарки. Беточки готовятся слегка. Температура в сковороде невысокая. Минуты через три переворачиваем. И также минуты три готовим с другой стороны. В котлетах всё практически готово. Но только яйцо. Оно быстро схвачивается и всё. Поэтому шесть минут, по три минут с каждой стороны вполне достаточно. Рыбные беточки готовы. Вот такие они. Симпатичные, румяные, аппетитные. Пищевая ценность таких рыбных беточков на 100 грамм 100 килокалорий. Вот такие они на разломе. На вкус, естественно, очень вкусные. Здесь всё вкусное. Поэтому они не могут быть невкусными просто-напросто. Ешь вкусно и худей. И третье блюдо с использованием рыбы – это салат. За основу я возьму капустный салат. Мне понадобится 400 грамм капусты и одна морковка весом 100 грамм. Я их слегка подсолю и помну руками, чтобы капуста стала немного мягче. Затем добавляю 200 грамм очищенной отварной рыбы. Можно использовать не только отварную рыбу, но и запечённую, например, в духовке. Тоже будет отлично, вкусно и полезно. Затем добавляю 1-2 столовые ложки яблочного уксуса. Можно взять столовый уксус, например, либо сок лимона. И 1 чайную ложку мёда. Ну, если мёд вам нельзя, то обойдёмся без мёда. И заправляю 2-3 столовые ложки растительного нерафинированного масла. И всё хорошенько перемешиваю. По желанию можно добавить зелень, укроп, петрушку. Ну, я, честно говоря, не люблю в этом салате зелень. Мне кажется, и так вкус получается идеальный. Теперь дадим промариноваться салату минут 15-20 и будем подавать. Просто великолепный, простецкий салат. Очень вкусный, сочный, свежий вкус. Так, и так, салат промариновался. Очень сочный, очень вкусный. Хоть с рыбой, хоть с курицей, хоть просто морковка с капустой. Этот салат всегда вкусный. Можно добавить, по желанию, кукурузу, если хотите. Или зелёный горошек. Или, например, свежий огурчик. Хуже не будет, только лучше. Пищевая ценность такого салата 74 килокалории на 100 грамм. Вкусно, полезно и просто. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, и подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения. Успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Желаю всем мира, добра и всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok